Мне тут Широ кое-что подогнал, я безумно люблю пан. Как отреагировали родители? Миниатюра, товарищ Сафронов и Т9. Все происходит стерильно, чисто, спидозной иглой меня кололи. Мне вообще было насрать, на фоне играл второй Дэдпул. Я думаю, что кому-то из вас будет больнее. Всем привет, друзья, с вами Витек, и я знаю, возможно, я вас этим уже задолбал, но спасибо, спасибо за активность. Мне даже Широ буквально на днях написал, типа, на Social Blade зашел, посмотрели статистику для моего канала, это неплохо, это круто. Я люблю вас, спасибо, что смотрите ролики дольше, чем обычно, до конца, я это вижу по вашим комментариям, безумно ценю. Погнали топить в таком же темпе дальше, надеюсь, все получится. Итак, сегодня поговорим о том, как я делал пирсинг, тату, как на это отреагировали мои родители, было ли это больно, как за всем этим делом ухаживать и нужно ли это именно вам. И ладно, чтобы у вас уж точно был стимул досмотреть видео до конца, мне тут Широ кое-что подогнал, но оно находится вот здесь вот, ниже пояса. Вот, досмотрите ролик, в конце я расскажу, что это. И да, прямо сейчас вы можете поставить ролик на паузу и написать в комментариях свое предположение, что же это может быть. Итак, сразу поясню, что я никогда не хотел делать пирсинг вообще везде, где только можно, забиваться татухами тоже везде, где только можно, по всему телу. У меня изначально была идея сделать один пирсинг в брови, одну татуху, которая мне вот прям понравится, которую я выберу сам, вернее, у себя в голове придумаю, что я вообще хочу набить и выберу. Короче, три года назад, когда мне было 17, я разрабатывал в голове такой околообраз, с которым хочу ходить. И в принципе, что это? Татуха, пирсинг, длинные волосы. А, ну и разумеется, все черное, включая одежду. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. И да, недавно я обновил паспорт, и там на фотографии я тоже с пирсингом. Хрен с ним, мой образ вам не интересен, бывают персонажи далеко эпатажнее меня, поэтому ближе к делу. Татуха, первым делом я набил ее, если бы, конечно, брать волосы, то сначала я их отрастил, но это вообще к теме ролика не относится. Сама татуировка, панда, которая держит в руках фляжку и как бы ненавязчиво пытается вам предложить выпить. История идеи для эскиза проста, я безумно люблю пан, те зрители, которые уже какое-то время на канале тусуются, скорее всего, это знают. Поэтому долго я не думал, и единственное, я решил разнообразить все это дело фоном бамбуковым и дать в лапу панде флягу. Миниатюра товарищ Сафронов и Т-9. Написал двоюродной сестре, она художник, сделал эскиз, с тату-мастером мы его уже доработали, и все. Как отреагировали родители? Мама. Ну и после этого таким же грустным голосом еще говорил о том, как типа вот зачем ты это сделал, как-то грустно. Все, я с ней обсудил, сказал, мам, у меня своя жизнь, типа вот я все понимаю, но не переживай, все было в стерильной обстановке, у меня мама врач, она за это тоже переживала. Потом ей все уже объяснила, она как-то нормально стала ко всему этому относиться, я уже начал шутить из серии, типа вот смотри, на самом деле там спидозной иглой меня кололи, она такая ахаха. Да, очень смешно. Ну и самая главная реакция Бати. Спасибо. У него всегда такая реакция, когда я ему скинул видос, как я первый раз водил Баргузина, это газовская тачка, Степина такая, типа микрогазельки. Для меня это было прям что-то такое, вау, она сложно управляется, я такой, блин, я справился, скидываю видос Бате. Единственное, что ответил Батя, будь осторожней на дороге, могут установить гайцы, я такой, ребята, приключения час, жду давно чужие земли нас. На самом деле, сегодня под нашей традицией интерактив, вот эта вся движуха, хочу просто вам сказать такую вещь, что мне сейчас нужно серьезно заниматься каналом. Как вы могли заметить, ролики выходят теперь через день, я стараюсь не нарушать этот порядок и все никак не могу еще выпустить первый ролик на новом канале. Минутку, в процессе создания этого ролика на втором канале уже появилось первое видео. И все потому, что сейчас действительно у меня не самый легкий период в жизни, но я просто устал, типа сидеть, ныть, ничего не делать, я работаю. У меня есть несколько жизненных целей, но одна из них, чтобы к осени этот канал действительно развился, и второй тоже. Это правда важно, поскольку в противном случае, если я никуда не поступлю, в новое место учебы, как вы знаете, я отчислился на третьем курсе института, я скорее всего пойду в армию, а я этого не хочу. Если вам хоть немножко нравится то, что я делаю, пожалуйста, помогите в продвижении этого канала. Да просто лайк, подписка, комментарий, колокольчик и поделиться этим видео, и я уже буду безумно счастлив. Я надеюсь на ваше понимание и поддержку. Работаем. На самом деле не думал, что меня жизнь снова к этому приведет, но есть мысли на лето снова вернуться в Макдональдс. Страшно, не хочу. Ладно, как проходил процесс, значит, я был на Урале, мы с моим уральским другом Семеном, приехали к тату-мастеру, она частная, но не переживает, и все нормально. Я заранее ознакомился с отзывами, все происходит стерильно, чисто. Меня посадили, начали делать татуировку. В принципе, могу сказать так, у всех людей болевой порог разный. Мне вообще было насрать, типа я чувствовал покалывание, но для меня это не казалось чем-то прям совсем болезненным. Есть еще момент в том, что мне делали на плече, насколько я знаю, есть более болезненные места, там, ребра, скажем. Ну, где-то часа два мы так сидели, на фоне играл второй Дэдпул. Эх, Семен, уже полгода как в армии, и Степа сейчас еще забирают. Ужас. Процесс ухода за татухой. Раньше, насколько я помню, это было достаточно муторное занятие, то есть там нужно было постоянно какие-то сложные перевязки делать, ну, лично из того, что я слышал. Сейчас же просто тебе накладывают специальную пленку, и тебе так надо с ней ходить то ли неделю, то ли две, я уже не помню. Все, потом снимаешь, и там несколько раз в день мажешь обычным кремом, чтобы все было окей, чтобы раздражения не было. Единственное, что меня смутило, когда накладывают пленку, там скапливаются остатки крови, краски, ну, совсем немного. И в какой-то момент я лежу, смотрю телек, ко мне подходит кошка и начинает пытаться куснуть эту пленку. Я такой, Филимона Викторовна, вы что, оборзели? Хотите попить мои кровушки? Не сегодня. Продолжаем челлендж. Десять часов гладить кошку. На самом деле это все касательно ухода, единственное, в принципе, ее можно еще периодически брить, если вам не нравится, когда на ней растут волосы. И с течением, там, времени, нескольких лет она вполне закономерно начнет выцветать. Если вам это не будет нравиться, идите к тату-мастеру, снова там подкрасть ее немножко. Это нормальная практика. Вот все дело, я сейчас такой монтировал этот ролик и уже собирался нажать кнопочку рендер, как вдруг вспомнил, что не рассказал еще об одном нюансе. Я упомянул ранее, что в своем случае я все внимательно изучил отзывы о тату-мастере, поэтому пришел без каких-то опасений. Я это к тому, что мне повезло, а иногда люди могут довериться тату-мастерам, которые сделают что-нибудь очень плохое. Короче, у одного моего знакомого есть две татухи. Одну он сделал, все нормально, типа классная татуировка. Следующую он делал у другого тату-мастера. И как бы вам объяснить? Он хотел набить тигра, и тигры ему набили. Только как-то неровно. И этот тигр стал похож на смесь Австралопитека и его. Я не знаю. Он в свое время сглупил, думал, надо подождать, татуировка расползется, все будет нормально. Но в итоге никаких претензий он не предъявил тату-мастеру, тату-салону. А сейчас уже ничего сделать не может. Выглядит она крайне плачевно. И можно ли что-то сделать, как-то ее исправить? Не знаю. В общем, со всей этой темой нужно быть достаточно осторожным. Если вы уже решили что-то набить, идите к проверенному тату-мастеру. Изучите реальные отзывы, посмотрите на другие его работы, убедитесь, что действительно все будет нормально. В процессе тоже наблюдайте, чтобы все было ок. В противном случае, конечно, даже если, к сожалению, такое произойдет, вы можете снести татуху лазером. Или сделать что-то еще, коррекцию. Но не хочется как-то лишний раз, во-первых, париться, во-вторых, мало ли вдруг вообще не получится. Внимательно все это дело продумывайте изначально. Будьте бдительны и поехали дальше. Пирсинг. Его я решил сделать немножко позже, там уже ближе к году 19-му. И только в начале этого года, 20-го, все-таки пошел к мастеру. Короче, та же самая ситуация. Я сразу знал, что он должен быть черный с шипами. Не серебристый какой-нибудь там с шариками. Черный с шипами. Касательно болевых ощущений, Илья, мой друг, делал пирсинг в трех местах. Тоже бровь, ухо и вот здесь переносится септум. И по его словам, бровь была самая болезненная среди всего этого. Учитывая, что я другое ничего не прокалывал, сравнивать меня не еще. Могу отметить, что да, было действительно неприятно, но еще раз. У меня высокий болевой порог. Я думаю, что кому-то из вас будет больнее. То есть все зависит, опять же, от восприятия боли. Прокол сделали быстро, там начали стирать свою туковь, которая начала течь. И в итоге что? Когда я вышел из здания, меня начало шатать, как будто я по чем-то. И было такое ощущение, что вот, ну, ты чувствуешь какой-то инородный объект вот здесь вот. Правило ухода. Первый месяц не пить в идеале алкогольную или хотя бы минимизировать его потребление по мере возможностей. И обрабатывать мирамистином. Обычным мирамистином там несколько раз за день. Еще, если по каким-то причинам вам понадобится снять пирсинг, лучше подумайте заранее, когда делать прокол, потому что после того, как его сделают, ну, первые месяца 3-4 лучше не снимать, как мне объяснили, чтобы все точно зажило. Потому что в противном случае, возможно, вам будет болезненно его снимать, и уж тем более болезненно потом снова на место возвращать. Так что тут все не так однозначно. Ко всему прочему, вам нужно будет еще привыкнуть, чтобы его постоянно не задевать. Если вы спите, скажем, на животе, готовьтесь к тому, что будете ночью тереться об подушку, и будет не очень приятно. Или когда расчесываете волосы, случайно заденете расческой, да или просто потянетесь почесать. Ух. Правда, первое время, пока он не заживет, будет больно и неприятно, да еще вот это вот ощущение обиды, что ты никак не можешь привыкнуть держать руку или что-то еще от него подальше. Потом все будет нормально, я уже сейчас спокойно могу делать вот так, и все, радуюсь жизни. Не хочу в армию. И главный вопрос, нужно ли это, например, именно вам? Честно, не знаю. У каждого из вас своя голова на плечах, у каждого из вас свои какие-то мысли на этот счет. Я только могу посоветовать что-то поспособствовать вашему решению, но не более. Правда. То есть я понимаю, что все, мне больше ничего не надо. Даже если я там по каким-то причинам сниму пирсинг и уйду в армию, когда я вернусь, скорее всего, я просто поставлю его обратно. Ну, типа точно такой же, мне больше ничего другого и не нужно, и сейчас я больше на себя ничего цеплять не хочу, как в плане этого, так в плане этого. Поэтому да, решите, может быть вам нужно что-то одно, может быть вы наоборот хотите забиться полностью. А может быть вам вообще это не нужно. Решайте сами. Главное, помните, что ко всем решениям, таким важным, нужно подходить ответственно. Ну и разумеется, помните о том, что будет нужна гигиена, уход, стерильность и так далее. Сейчас, сейчас я покажу, что-то мне прислал. Сейчас, сейчас я покажу, что-то мне прислал. Сейчас, ладно, покажу, что-то мне прислал сын. Ладно, ладно, сейчас покажу, что-то мне прислал Шира. На этом все. Спасибо за просмотр, особенно тебе, что ты до этого момента конкретно досмотрел. Люблю тебя, не выключил ролик раньше, вот досюда досмотрел, молодец. Поставьте лайк этому ролику, если он вам понравился. Поделитесь, переходите в группу ВКонтакте и в Инстаграм по ссылкам в описании, а также на новый канал. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, смотрите прошлые ролики и еще увидимся. Орехи мне Шира прислал, грецкие. Пока.